Гуманитарная помощь пострадавшим в Донбассе оказывается во многих регионах страны. В стороне не осталась Нижегородская область. Предприниматели Зветлуги, Варнавин и Урени отправили в Народные республики строительные материалы. Загрузили две фуры. Это порядка 70 кубов пиломатериалов. Доски пойдут на восстановление разрушенных зданий и строений. Две недели назад я выступил с инициативой подправки пиломатериалов, гуманитарной помощи на Донбасс, потому что все мы видим, что там происходит, какие разрушения нужно восстанавливать. И каждый из нас не должен оставаться в стороне. Я выступил с инициативой, ее поддержали. Я с ребятами, с местными тоже поговорил. С Рябков Сергей Александрович, город Урень, Кузнецов Сергей, Ветлуга и вот я. Реализация инициативы содействует региональное отделение партии «Единая Россия». Они помогли с организацией. Транспорт предоставил Нижегородский «Газпром». Мы должны всей страной оказать посильную нашу помощь, их поддержать. Поэтому вот эта колонна и организовалась. Мы все понимаем, что каждый на своем месте должен делать свою конкретную работу. Наши ребята работают там, мы будем работать здесь и чем можем, так и будем помогать. С первого дня спецоперация «Единая Россия» объявила сбор средств необходимых товаров для жителей ЛНР и ДНР. Акцию поддержали активисты, депутаты и волонтеры. Неравнодушные жители также оказывают помощь по разным направлениям. На Нижегородский готовится такой большой гуманитарный конвой общими усилиями. Партия «Единая Россия» и нашего регионального отделения, наших друзей, наших помощников. Конвой, который уходит через Ростов в Украину, на Донбасс, где помимо важных продуктов питания, которые там ждут, вот впервые идет лес, лес Ветлуги, Сварнавина, лес для восстановления домов, для восстановления больниц, разрушенных детских садов и школ. Это очень важно. Ветлушские предприниматели при необходимости готовы и дальше оказывать помощь там, где она нужна. По их словам, две фуры не предел. Кроме того, авторы инициативы надеются, что их примеру последуют и другие бизнесмены области. После погрузки Ветлуги гуманитарный конвой присоединился к нижегородским грузовикам. В них 17 тонн продуктов – молоко, крупы, масло, консервы и другие товары первой необходимости. После этого гуманитарная помощь в полном объеме отправилась на Донбасс. Нижегородцы никогда не оставались в стороне. Мгновенно идею поддержал наш нижегородский «Газпром». Ребята отработали очень быстро и эффективно, помогли нам транспортом, что самое главное. Ну и, конечно, я хочу сказать огромное спасибо нашим предпринимателям, северонижегородцам, простым, настоящим таким вот мужикам. Ребята, искренне спасибо. Оказать помощь. Все-таки братский народ. Наш же, они одна семья. Вот. Попросили, не отказали, сразу решились помочь. У водителей позитивный настрой. Заверяю, что задачу выполнят. А это самое главное в долгом пути. Стоит отметить, что с начала спецоперации на Украине в пунктах временного размещения Нижегородской области волонтеры и депутаты помогают с логистикой, бытовыми вопросами, передают гуманитарную помощь, а также оказывают информационную и правовую поддержку вынужденным переселенцам с Донбасса. Служба информации Никита Григорьев, Ренат Бигбаев.